здравствуйте друзья вечерний пятничный вопрос мне 23 живу в украине в городе херсон работаю в море судовой инженер механик дизелист работаю от немецкой судоходной компании дохожусь в начале своей карьеры но уже имею зарплату в 2000 долларов в месяц что для украины большие деньги но оставаться тут не хочу не нравится все что происходит и хочу уехать отсюда но в сша для работы моряком мои украинские документы не подойдут поэтому хочу спросить стоит ли подкопить денег на обучение в сша 20 30 тысяч долларов и начать жизнь с чистого листа понимаю что я должен определиться сам но просто интересно ваше мнение на этот счет что тут сказать конечно здорово когда человеку 23 года пойти там не 33 и не 53 не 83 а 23 когда жизнь только начинается и казалось бы уже вроде ну то есть конечно взрослые парень и я могу сказать что в 23 у меня уже дочь была там она родилась мне было 22 я был женат и ребенок высшее образование инженером там кб работу но просто вот уже когда сейчас смотришь на на что такое 23 понимаете господи боже мой значит вся жизнь начинается только-только при том что у вас вроде и профессии есть и как бы и зарплата есть и на самом деле профессия это неплохая но в том смысле что конечно если вы все время ходите в море то может быть вам сложнее будет там как-то семью устроить там едино хотя в принципе ну моряки же и у них есть семьи чё и чё вы так уж прям тоже вот но как вам сказать в принципиальном плане есть только один вопрос принципиально это вопрос о том что вы не хотите жить там где вы живете вам это не нравится и вы хотите жить где-нибудь еще сейчас вы говорите америка что на самом деле очень понятно да но я вам скажу что от того что вам не нравится там херсон или там в более широком плане во всей стране это не значит что вот прямо америка и америка а есть еще австралия там новая зеландия я не знаю канада есть ну то есть много есть мест где можно жить хорошо человеку достойно работать зарабатывать как бы экология хорошие люди симпатичные добрые поэтому поэтому я бы во первых не не сужался тогда вот до америке тем более что все-таки 10 то профессия которые у вас есть да если в ней оставаться она вообще такая я сказал ну не сильно привязаны к той стране там или этой так плавы там в смысле ходят чем море да там работает такая такая работа не насчет того чтобы ехать в америку и там подучиться и вот эта вот сумма там в двадцать там пять там или сколько там тысяч долларов она для меня абсолютно такая непонятно откуда взявшиеся то есть может быть парень просто знает что вот за эту сумму можно чему-то учиться я не знаю но мое понимание того что платит например иностранный студент в американских университетах эта сумма но как минимум вдвое больше в год поэтому ну может быть это что-то другое может быть там какие-то курсы я даже не знаю я не очень понимаю как вот допустим ну хорошо там механик инженер там суда но каким образом он легализуется в соединенных штатах то есть если он в командировке я понимаю если он там не знаю 10 раз в году заходит и там по неделе здесь находится в связи с работой да это я тоже понимаю но вот чтобы он стал как бы жителем страны получил грин карту потом получил бы гражданство и я не вижу как какие-то курсы могут этому помочь то есть как бы я чак настолько далек от вот этой профессии что просто даже не знаю что сказать я я знаю какое-то количество людей которые вы знаете какой-то над на тестировщиков там программного обеспечения переучивались и были люди которые вот по этой части но они может быть были не именно там скажем там инженерами а по-разному там один был там старпомом другой был не знаю капитаном вот и они как-то так работали для меня это было очень экзотично найти один был дядьк он вылетал куда-то вот какой-то это в бразилию полетит там и руководит загрузкой судна а судно идет потом там не знаю в южно-африканскую республику начал опять на самолете летит в южно-африканскую республику дожидается там этого судна вот и там его разгружает . руководит разгрузкой вот тут неделю там неделю значит вот так он странно так летал очень громкого голоса был мужчина я так чувствую что он кричал там в бразилии что его слышно было в южно-африканской республике так очень очень громогласный был дядька симпатичный вот поэтому я почему это рассказываю что из моего окошка не видно много именно этой профессии поэтому я вообще взялся отвечать на это все потому что с одной стороны мне неудобно совсем ничего не сказать уже человек но не проигнорировать неудобно человек ждет вот с другой стороны есть аспект очень важный в этом который независимо от того что профессия у него такая или сякая если мы будем прямо на вопрос отвечать то 23 года это возраст когда легко можно начать все с чистого листа причем неоднократно то есть допустим начал с чистого листа и у тебя там в 28 не получили там ты понял что надо с другого чистого листа взял 28 начал с другого чистого листа ничего страшного я с чистого листа начинал уже будучи так за 30 основательно там раза три абсолютно с чистого листа начинал но не так чтобы страну менять конечно я уже был в сша но но в сша и попал в 34 там даже ближе к 35 ничего страшного понимаете но что же такое отлично начинать с чистого листа просто замечательно тем более что речь не идет о том что мы совсем уж с чистого то есть речь идет о том чтобы все-таки оставаться в профессии может так оказаться что попав в соединенные штаты каким-то путем мы мы сейчас не говорим каким потом допустим он завтра женился например у него есть разрешение на работу все дела может оказаться что он из человека который значит там ходит в походы там свои морские и занимается обслуживанием какого-то оборудования он может оказаться разработчиком день в кабы работать он может вдруг начать заняться заниматься там чем-то вот микеникал инжиниринг но совершенно не связанного там с кораблями но мало ли чего то есть когда у человека есть выше я не знаю так инженер я предполагаю что у него есть высшее образование что инженер механик так так я из этого и скажу но то есть господи ты боже мой я уже не говоря о том что если он там рвется там скажем в компьютерщике ему интересно он может стать компьютерщиком в 22 года таким хочешь можно ставить вот тем более если уже образование есть если уже мозги на месте если ты уже как если ты мотивирован боже да что хочешь хочешь врачом стать врачом станет ну если очень захочется я не знаю наверное ему не очень хочется так чтобы именно врачом так что я я очень поддерживаю осталось парню конечно решить очень очень много вопросов в частности нет ответа на вопрос как это произойдет но если вопрос стоит так как он стоит то есть в принципиальном плане нужно ли стоит ли возможно ли с чистого листа 22 года я скажу когда еще там ну правда но но когда не в 12 все-таки 12 маловато там человек не самостоятельный в основном вот я не хочу обидеть тех 12 летних которые очень самостоятельно я знаю эти ребята потрясающе совершенно у меня глаза на лоб полизать но но в целом правда значит когда же еще там тем более семьи пока нет детей нет соответственно нет каких-то обязательств которые перед другими людьми которые возникают с возрастом и родители наверное у него молодые то есть не не то что вот скажем нужно рядом с ними находиться потому что вот как бы в общем есть сложные ситуации знать когда уезжаешь на месте не знаешь все ли будут живы когда вернешься поэтому чё говорить я я очень поддерживаю вот отвечаю на вопрос я за вперед и с флагом с песнями шашка наголо хвост пистолетом счастливо